Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада, что вы сегодня нашли время в этот морозный зимний вечер и приехали к нам. Я на самом деле очень-очень рада вас всех здесь видеть и спасибо вам огромное уже за то, что вы здесь. Расскажу немножко о себе. Меня зовут Алла Волт. Я сценарист, писатель. И сегодня вы услышите один мой рассказ. Кстати, этому рассказу в этом году ровно годик. Я написала его год назад. Вдохновила меня очень классная, романтичная поездка в Италию. Что еще об этом рассказе вам рассказать? Он для меня личный чем-то, но не всем. Идея читки, вот этого, то, что сейчас у нас в принципе и будет происходить, ко мне пришла, и я ее озвучила на сценарном курсе в New York Film Academy у Пола Брауна. Там я озвучила среди сценаристов, режиссеров, продюсеров и очень большого количества талантливых людей эту идею. Народ-то отозвался. Я очень счастлива, что так получилось. Сегодня я здесь. Сегодня моя команда здесь. И я хочу начать. Не буду больше вас томить своей речью. Приглашаю на сцену самых хулиганистых хулиганов, моих друзей, прекрасных актеров. Евгения Корловская, Владимир Плескин, прошу, пожалуйста. В редакции для данной постановки рассказ «Хулиган». Она проснулась в семь, приняла душ и спустилась в лобби позавтракать. И только одно ей не давало покоя. Ощущение, которое она почувствовала, как открыла глаза. Ощущение, будто в этом дне что-то не так. Она захватила сумочку и портфель, поднявшись в номер, а потом расположилась на заднем сидении серого седана. Машина плавно плыла по улочкам Флоренции, водитель не торопился и вел медленно, пропуская шатавшихся туристов. А женщина тем временем листала папку с эскизами, утвержденной обувной весенней летней коллекции. Женщину звали Еленой. Эта ее командировка была необычна тем, что она ехала знакомиться с новым директором фабрики. Коллекция была оплачена на несколько месяцев вперед, и нельзя было допустить, чтобы что-то в процессе производства изменилось. Несколько минут длились деловые рукопожатия и поклоны, следом ее провели по цеху, где она убедилась, что технологии не нарушены. К обеду она снова ехала в сером седане, возвращаясь во Флоренцию. Но в отель она решила не возвращаться, а попросила высадить ее в максимальной близости от старого моста Понте-Веккио, а документы привезти в отель. Отпустив водителя, Елена пошла бродить пешком. Начало зимы во Флоренции было теплое, и разукрасило это неистово красивое творение великих итальянских мастеров лучами солнца и света. Поднявшись на старый мост, женщина заглянула в несколько магазинчиков золотом и выбрала себе серьги. Примеряя их, она любовалась собой в зеркало, в котором отражалась река Арно. Выйдя обратно на старый мост, Елена остановилась возле каменных перил под центральной аркой, и, стараясь не мешать туристам фотографироваться, залюбовалась набережными. Архитектура фасадов, непохожих друг на друга домов, всегда очаровывала. Их можно было рассматривать часами. Женщина бывала на этом мосту десятки раз, но каждый раз она открывала для себя что-то новое и интересное. Как и сейчас, она обнаружила гнездо между балконом в доме на набережной, которое было плохо видно. Туда залетела птица и, чуть высунув клюв, наблюдала за происходящим вокруг. Елена сравнила себя с этой птицей, ощущая себя на виду и в тот же момент скрытая и одинокая. Еще немного постояв и подумав, что ее до сих пор не отпускает ощущение чего-то необычного, она направилась в поток туристов, и они понесли ее по пешеходным улочкам. Елена продолжила свой маршрут, который она облюбовала уже не в первый раз. Конечной ее целью на сегодня была площадь вокруг собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Там она присела в кафе и заказала себе капучино и вкуснейшие ризотто с креветками в сливочном соусе. Елена начала трапезу, любуясь игрой лучей заходящего солнца. Когда она закончила с ризотто, ее спокойствие нарушил подошедший мужчина. Бесцеремонно подсел к ее столику, открепнул ее кофе и сказал по-английски «Кофе неплох, но не хватает коньяка». Позвав жестом официанта, он приказал принести ему капучино с коньяком и включить его в счет Елены. От возмущения она потеряла дар речи. Ее лицо налилось кровью и стало багровым. Очень сексуально краснеешь. Мужчина не сводил с нее глаз, рассматривая, словно оценщик под лупой устанавливает кратность бриллианта. Она хотела было ответить, но почувствовала очередной прилив крови к лицу и отвернулась. В это время официант принес заказ, она протянула 50 евро и попросила закрыть ее счет. Встав, она тронулась в сторону выхода. Но ее поймала ловкая рука наглого незнакомца. Куда же вы? Я еще не допил кофе. Я вас и так угостила, обойдетесь без моей компании. В секундном диалоге их глаза встретились и ее захватила глубина золотистых глаз. Сейчас она разглядывала его лицо так же жадно, как и несколько минут назад разглядывали ее саму. Окажите мне честь, останьтесь со мной всего на пять минут. Она выдернула руку и продолжила свой отход. Незнакомец вернулся к столику, залпом выпил содержимое чашки и перепрыгнул через ограду уличного кафе, оказался перед ней. Меня зовут Пьер. Он протянул ей руку и улыбнулся приветливой улыбкой. Ничего не ответив, Елена попыталась обойти его. Но он снова догнал ее. Ответьте хотя бы как ваше имя, о прекрасную Жизель. Вы не похожи на француза. Да, а вы на француженку. Все ваши попытки, Пьер, если это правда ваше имя, совершенно тщетны. Мне неинтересна ваша компания. Елена внезапно остановилась. Пьер, не ожидая резкой остановки, впечатался в спину паренька-туриста, чуть не опрокинув его, но успел схватить его заверх куртки, извинился и сделал реверанс. С улыбкой довольного кота он посмотрел на Елену и, покачав бронзовой головой, пригляделся к ней. Между их губами было не больше десяти сантиметров. Вы несправедливы, ко мне, сеньорита. Из-за вас я чуть не погубил парнишку, а все еще не знаю вашего имени. Овладев полностью ее вниманием, он взнял ее руку и поднес к губам. Тыльной стороной ее руки он провел по своей щеке, закрыл глаза и вдохнул ее запах. Почувствовав колючую поросль его лица, она ощутила очередной прилив крови, но в этот раз было атаковано не ее лицо, а низ живота. Сумасшедший! Она произнесла это на русском и ренулась прочь с площади в надежде поймать такси перед тем, как он снова ее догонит. Но и в этот раз он оказался шустрее. Он догнал Елену и, прижав к стене, впился ей в губы. Она пыталась сопротивляться, даже кусала его. Но его язык нагло проникал ей в рот. Не давая вздохнуть. И пламя желания возрастало в ее теле. Когда он оторвался от нее, он увидел женщину, трепещущую от плотского желания, с припухшими губами, готовую к новым поцелуям. Пикалопутана. Что? Осознав произошедшие его слова, кровь прилила к лицу. Чувства стыда и оскорбления готовы были вырваться наружу слезами. Елена замахнулась к пощечине. Но Пьер успел поймать и этот удар. Это комплимент. Не злись. Он произнес их на русском и вновь прильнул к ее губам. Она вырвалась и побежала прочь. Вот подлец. Ее тело охватил холод и озноб, сдержанные слезы застряли в горле. Задыхаясь, она остановилась перевести дух и оглянулась. За ней никто не шел. Она взглядом искала такси, когда перед ней остановился... Маленький белый фиат. Пьер открыл перед ней дверь и приказал сесть. Она повиновалась и, обняв колени, замерла, пока он захлопнул за ней дверцу и уселся рядом. Куда вам ехать? Ты русский? Так мы уже перешли на ты. Ты не ответил. Не меняя позы, она смотрела вперед. Да, я русский. Может, и ты ответишь, как же все-таки тебя зовут? Я могу ответить, но тебя зовут не Пьер. Мое имя Петр. Только для местных это сложновато, поэтому я представляю с Пьером. Отлично, Петенька. Останови машину, я хочу в отель. Петенька, как же мелодично звучит мое имя из твоих уст. Им ей комплименты. Браво. Может, смелуешься надо мной и представишься, впервые встречаю человека, так настойчиво скрывающего свое имя. Может, ты стесняешься, и тебя зовут как-нибудь, например, Клава или Фрофи? Девушка не смогла сдержать улыбки. В первый раз за их совместную встречу она посмотрела на него. Его волосы цвета бронзы в темноте казались багрово-черными. Легкая небритость и горящие, словно светлячки, глаза. Почувствовав его облики угрозу, девушка снова занервничала. Если я скажу свое имя, ты выпустишь меня? Я тебя не похищал. Выпустишь или нет? Я отвезу тебя, куда скажешь. Хорошо. Я Елена. Девушка протянула ему руку. Он принял ее и потянул к губам. Она попыталась ему не позволить, но подняв на него глаза, она прочла в его взгляде... Нежность. Которая изначально показалась ей... Похотью. Прекрасное имя. Ты такая ж простая, как все, как сто тысяч других в России. Знаешь ты, одинокий рассвет, знаешь, холод осени синий. Не хочу я лететь в зенит, слишком многое телу надо. Что ж так имя твое звенит, словно августовская прохлада? Цитируешь Есенина? Превосходно. А сейчас останови машину. Я сказал, что отвезу тебя. Говори адрес. Не нужно, я сама доберусь. Ты угостила меня кофе, я обязан тебя подвезти. Ты не отстанешь, да? Мужчина кивнул и урукаво улыбнулся. Немного помолчав, она произнесла адрес. Ты очень красивая женщина, Елена. Как же твой муж отпустил тебя одну? Я не замужем. Не замужем? Отлично. То есть я сейчас попалась? Пьер ухмыльнулся, довольный собой, зная, что завоевал очередную маленькую победу над ней. Смотря как к этому относиться. А как ты относишься? Я? Я узнал интересующий меня вопрос аккуратно и деликатно. Если бы задал его прямо, тебе бы как минимум не понравилось. А меня не интересуют подобные вопросы в отношении тебя. Да? Это очень печально. Значит, хулиган, семьюрите, не понравилось. Дождик мокрыми метлами чистит, и вникову помет по лугам. Плюйся, ветер, охапками лисьев. Я такой же, как ты, хулиган. Ты все его стихи наизусть знаешь? Ну, все не все, но матерное сто процентов. Он засмеялся, и машина заполнилась его звонким и заразительно сладким смехом. Девушка была очарована несопоставимостью его брутального вида, нахального поведения, очень наглой ухмылкой и ребяческим искренним смехом. Странным способом он вторгся в ее жизнь, и она понимала, что мысли о нем заставят ворочаться ее сегодня ночью. Но она решительно не хотела продолжения их общения именно от того, что он был опасен для ее спокойствия. Поэтому, когда машина остановилась возле входа в отель, она резко дернула дверцу, взлетела вверх по лестнице и пролетела мимо ресепшена. Остановила Елена свой забег, только когда электронный замок прожужжал, заблокировав ее в номере. За завтраком следующего дня к Елене подошел метродотель и передал аккуратно сложенный пополам листок бумаги. Содержание записки заставило ее улыбнуться. Пьер писал, что безнадежно пал от ее побега, так как рассчитывал хотя бы на круткий дружеский поцелуй. Еще он написал, что хочет получить ее одобрение в одном очень важном для него вопросе, и поэтому ему жизненно необходимо увидеть ее сегодня в 4 часа по полу. Его трюк сработал, и женское любопытство привело девушку в Монтере Джоне. Выйдя из такси и увидев средневековую крепость, она забыла, кто стал причиной ее появления здесь. Среди ярких лучей, окутавших величавой стены и башни, она не замечала никого вокруг. Не правда ли? Восхищает! Да, я согласна. Согласна на все? Наглость, в которой был произнесен этот вопрос, не осталась без внимания, приземляя девушку. Она моментально обернулась и увидела Пьера. Он курил трубку и был похож на кота Базилио. Образу не хватало лишь усов. Ты не можешь без нахальства, да? Это часть меня. Он пожал плечами, а она отвернулась от него и пошла вдоль крепостной стены, и погружаясь в тень. Что за важный вопрос у тебя? Их много. Много? Но ты же здесь. То есть я снова попалась? Она остановилась и, повернувшись к нему лицом, посмотрела на него взглядом, полным желанием. Она знала, что он ее привлекает и, поймав аромат его флюидов, ее тело требовало ласки. Увидев ее томный взгляд, Пьер не стал заставлять ее ждать и поцеловал, позволяя рукам бродить под ее пальто. Она и не думала сопротивляться, а наоборот, подставила свое тело и в ответ ее руки схватили его за ягодицы, а потом она с силой сжала его отвердевшую плоть. Вау! Что за перемена от недотроги к похотливой игре? А что тебе не нравится? Этот вопрос явно таил намного больше и, понимая это, он аккуратно отодвинул ее и спросил, это типа обида за вчерашний комплимент? Так я хотел бы доказать тебе, что это был именно комплимент, а не то, что ты подумала. Интересно, каким же образом? Я архитектор. Архитектор. Изучаю во Флоренции секреты построек. Много путешествую по миру с этой же целью. И вот мой первый вопрос. Он завладел ее вниманием? Как ты думаешь, что должен придумать современный архитектор, чтобы себя увековечить? Неожиданный вопрос, но очень интересный. У тебя есть уже готовые проекты или построенные здания? Я рад, что заинтересовал тебя. Есть. Не хочу хвастаться, но да, у меня есть некоторые постройки в Абу-Даби, Дубае, Токио. Наверное, это ключевые мои заслуги, но в тот же момент понимание, что стекляшки не дают величия. Пройдя через арку ворот Сан-Джованни, он направился в центр города, на площадь Рима и остановился напротив приходской церкви Богоматери. Посмотри на простой фасад этой церквушки. Вроде бы все банально просто, ничего выдающегося, но как он выделяется, как любует глаз. Некоторые камни отливают в синеву, ты видишь, некоторые в розовый, и эти оттенки камням придало не просто время. Вика. Он говорил восхищенно и восторженно. В его глазах горела страсть, и Елена поняла, что Петр очень увлечен и любит свою работу. Они гуляли по городу и останавливались почти у каждого здания, и он рассказывал ей о происхождении камней, о способах их обработки и укладки. Всегда приятно наблюдать за человеком искренним. А в этом она не сомневалась. Не зная ничего о глубинах архитектуры, она чувствовала, как ей передавалась энергия и страсть его повествования. Елена поймала себя на мысли, что хотела бы также что-то любить, а еще лучше кого-то. А главное, чтобы ее также любили. Она очень четко увидела, что этот человек умеет любить, а это большая редкость в наши дни. Он ласкал словами узоры и углы, плавные линии и облезлую штукатурку. Ей захотелось побыть произведением поэта или картиной художника. Пьер же, в свою очередь, хоть и был увлечен рассказом, но тоже наблюдал за Еленой. От него не утаилась ее перемена. Он видел, что от снобизма и циничности она постепенно перешла к восторгу. И ее восторгом был именно он. Когда они подошли к Вилле-аудиторе, он опустился на одно колено, взял ее левую руку и посмотрел в глаза. Выходи за меня, о прекрасная Елена. Прозрачно я смотрю вокруг и вижу там ли, здесь ли, где-то, что ты одна, сестра и друг могла быть спутницей поэта, что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве. Не ожидая такого предложения, женщина растерялась. Их глаза обещали друг другу многое. Ты с ума сошел? Я знаю тебя всего сутки. А я уже понял, что ты и так, которую я ждал. Пьер, я польщена. Я правда искренне польщена, но это слишком важное решение, чтобы так спонтанно соглашаться. Он встал с колена и обнял ее, видя, что она вот-вот расплачется. Он добивался именно этого, ее эмоций. И это ему удавалось, даже с легкостью. Все потому, что они находились в средневековом раю, где улицы жителей будто замерли в тех годах и с тех пор их размеренная жизнь ничем не изменилась. Каким бы коварным ни показался этот план, мужчина действовал так, как велело ему сердце. Следующая задача для Пьеры была показать Елене, что этот рай может быть и за пределами каменных стен. Вечер они продолжили в одном из уличных кафе. Отличалось оно только тем, что среди столиков разместились музыканты, с которыми Пьер уже не раз выпивал и веселился. Он усадил женщину за столик возле входа, от которого полукруглый сформировался импровизированный танцпол. Они поели, выпили к янти. Без этого вина Пьер не начинал ни одну трапезу, пока путешествовал по Тоскане. Он смешил ее веселыми частушками и подпевал музыканта. Когда опустела третья бутылка вина, оказалось, что Петр ждал прихода одной красивой итальянки. Она вышла на середину и музыканты заиграли неаполитанскую тарантеллу, которую бесподобно исполнила танцовщица в черно-красном танцевальном платье и бубном. Пьер, не скрывая восхищения, свистел и хлопал, не сводя с нее глаз, а Елена даже подумала, что он забыл, что сидит сегодня не один. Подмигнув музыкантам, он вскочил с места, подхватил черноволосую красавицу и зрители озарила танго. Елена не смогла сдержать слез, наблюдая, как Пьер прикасается к танцовщице, будто занимается с ней любовью, как он поглощен буйством чувственного танца. Она не стала себя мучить и побежала прочь, не дожидаясь конца танцевальной программы в его исполнении. Она почувствовала, как боль осела на сердце, что ревность и беспокойство скружили голову, что хулиган и гуляка, подобный Пьеру, может сломать и так покорябанную душу. Она не стала ждать, пока он засядет еще глубже и бежала, бежала, рыдая, проклиная себя и его и свою работу, которая заставила оказаться ее в эти дни во Флоренции. Она спотыкалась и падала, и коленях, выпитое вино мутило и так затуманенное сознание. В какой-то момент ее подхватили сильные мужские руки и крепко огнили. Она стояла и рыдала на теплом твердом плече, громко всхлипывая. Когда всхлипы стали редкими и тихими, Пьер подхватил ее на руки и понес к машине. Усадив ее, он молча сел на водительское кресло и повел машину. Привезя женщину к себе домой, он заварил успокаивающий чай и наполнил ванну. Выпей. Я не пойду в ванну. Почему? Тебе надо снять озву. У меня ноги небритые. Он залился звонким смехом и пошел в ванную комнату. Вернувшись, не останавливаясь смеяться, он протянул ей свою бритву и нераспечатанную насадку. красавица, я не буду заходить, я бы даже не обратил внимания, но раз тебе это важно. Елена тоже улыбнулась и попыталась встать, но ее качнуло, и она чуть не упала на пол, когда Петр снова ее подхватил. А может, ну ее бритву, а то еще навредишь себе? Он поднял ее на руки и понес в ванну. Поддерживая ее качающийся силуэт, он раздел и уложил в горячую воду. Он видел, что Елена засыпает, умыл ее, вытер и обмотав полотенцем уложил в кровать. Открыв еще одну бутылочку к Янте, он сидел и молча наблюдал, как она спит и не заметил, как сам уснул в кресле. Проспал пару часов, проснулся, принял душ, улегся рядом с ней, притянул Елену к себе и уснул сладким сном. Пьер, проснись. Елена пробудилась раньше него и, умирая от головной боли, пыталась найти свою одежду, но тщетно. Обмотавшись в полотенце, она решилась разбудить хозяина ее ночного убежища. О, моя прекрасная Елена! Кстати, без косметики ты выглядишь намного лучше, лет на 10 моложе. Очень спорный комплимент, с учетом того, что я опухла неимоверно. Где моя одежда? О, прости, я не думал, что птичка так рано проснется. Миротоксина извозюкалась, когда пыталась справиться с гравитацией. Он растянулся на белых простынях и с довольной улыбкой залюбовался ее растрепанным видом в лучах пробивающегося из окна утреннего солнца. Может, еще поспишь? А я раздобуду нам завтрак и заодно узнаю, живы ли твои вещи. Лучше я поеду в отель. Вызови меня такси. Что же ты постоянно от меня сбегаешь? Как ты поедешь? Голая? Он встал явно разносадованный ее желанием уехать, прошел к столешнице и нажал кнопку на кофеварке. Я не сбегаю. Тогда как это называется? На нем были только боксерки и Елена, усевшись на край кровати, рассматривала его. Длинные ноги, плоский живот и очень крепкие плечи. Ей захотелось почувствовать его тяжесть на себе. Но отбросив эти мысли, она начала защищаться. Просто мне кажется неприлично сидеть без одежды в квартире малознакомого мужчины. Тем более, я не помню прошлую ночь и меня это беспокоит. Да уж, беспокоит. Ты напилась и сбежала. Между прочим, не оплатила счет. Что? И сейчас мы вернемся, чтобы ты его оплатила. Что? Она взлетела с места, роняя полотенце, но не желая оказаться полностью обнаженной, завернулась обратно и прикрылась еще и одеялом. Что слышала? Сейчас я дам тебе свою рубашку, возьми там любое пальто в прихожей и иди. А когда доберешься до своего чертова отеля, будь добра, пришли мне мои вещи обратно. Он поставил чашку кофе перед ней на прикроватый столик, открыл шкаф, кинул ей рубашку и отправился в душ. Пока шумела вода, лицо Елены разделилось на три части слезами. Она понимала, что его внезапная агрессия вызвана ее неблагодарностью. Но в этом всем она нашла выход для себя. Раз она обидела его, то он больше не станет преследовать ее и оставит в покое, что в принципе ее устраивало. Но слезы плелись сильнее, когда она осознала, что больше его не увидит. Ты все еще здесь? Он вышел из ванной комнаты, обернув бедра полотенцем, а другим вытирал пушистые бронзовые волосы. Елена так и не тронулась с места, и не притронулась кофе. Пьер взял свою чашку, отпил пару глотков и только тогда посмотрел на ее лицо. Опять хнычешь? Не надоело? Этого Елена уже не выдержала. Он был еще тем хамом, но задевать ее чувства это слишком. Она встала, отбросив полотенце на пол и подхватив рубашку начала судорожно пытаться в нее залезть, что ей очень плохо удавалось. Перестань вести себя как истеричка, ты же не такая. Он схватил и швырнул на постель и лег на нее всем весом пытаясь успокоить. Ну перестань, пожалуйста, ты обижаешь меня себя. Понимаю, похмелье что-то тебя еще беспокоит. Давай поговорим, если хочешь. Его тон был мягким и нежным. И она сдалась, успокоилась и перестала биться. Шмыгнув носом, она посмотрела на него снизу вверх. Вот и умница. Позволь мне позаботиться о тебе. Поспи, тебе будет легче. Хорошо? Она кивнула и шмыгнула носом. Пьер укрыл ее заботливо одеялом. Опустив ставню, он погрузил комнату во мрак и через несколько минут услышал ровное сопение. Как и обещал, он принес ее одежду, чистую, выглаженную. Правда, на джинсах в районе колен были дырки после ее падения. Елена проснулась от вкуснейшего запаха поджаренной яичницы с беконом и горячими тостами. Еще ее ждал капучино с коньяком, который Пьер заставил ее выпить от похмелья. Второе утро этого дня было намного приятнее, и она была спокойна и довольна. Воспользовавшись этим, Пьер заговорил «Почему вчера ты убежала из ресторана? Заревновала?» «Нет, просто не хотелось там находиться». Он понял, что прав, и это его успокоило. Он не стал ее допрашивать, а дал полотенце. «Прими душ, а потом я отвезу тебя в отель. Вот еще. На». Он протянул ей новую бритву. «Синьорита с волосатыми ногами». «Перестань, не такие уж они и волосатые». Она подняла ногу и проведя по ней от пальчиков до бедра рукой игриво улыбнулась. «Иди, иди-ка уже отсюда, а то я за себя не ручаюсь». Елена захлопнула за собой дверь и услышала вслед. «Сумасшедшая, невменяемая, несказанная, синяя, нежная, тих мой край после бур, после гроз, и душа мое поле безбрежное дышит запахом меда и роз». Он вез ее в отель и наблюдал, какая она в естественном свете, без макияжа, укладки и после множества слез. «Когда ты улетаешь?» «Завтра». «Из Химичина?» «Да». «Во сколько?» «У меня трансфер в 8 утра». «А самолет когда?» «В 9 вечера». «Ага, значит, в аэропорту должна быть в 6. в 9 утра я за тобой заеду. Будь готова». «Ты не слышишь? У меня трансфер». «Да мне плевать. Я сам тебя отвезу. Я не позволю, чтобы ты тряслась в автобусе столько часов». «Да еще непонятно с кем. Молчи». «В 9 у входа». Она не стала спорить и кивнула. Поцеловал ее в щеку, он дождался, пока она скроется за дверью, только после этого уехал. Пьер поехал в свое кафе выпить к Янте и повеселиться с музыкантами. Он учил их раз русским частушкам и матерным песенкам. В полночь, оторвавшись от проститутки, он залез в Фиат и покатил домой. А потом утром они отъехали от ее отеля ровно в 9.15 и всю дорогу болтали без остановки. Пьера рассказывал о тех местах, что они проезжали, будто знал всю Италию досконально, будто родился и вырос здесь, будто побывал на всех плантациях и виноградниках. А Елена под его расспросами рассказывала о своей работе и жизни в Питере. На ее удивление Петр не любил Питер. Он отозвался о нем как о копии, всего лишь копии величавой Италии, где Петр первый собрал яркие примеры, но не дух. Подъезжая к Риму, Пьер свернул с прямой трассы, повез Елену в Костелло Арсини, замок, построенный в 10 веке. Прогуливаясь по берегу Тибра, он рассказывал ей о его истории. Ее экскурсия подходила к концу и стоя в аэропорту, Пьер, повторяясь, попросил ее руки. Петенька, прошу тебя, не играй со мной в эти игры. Как назло, в этот момент объяснений у нее зазвонил телефон. И она залилась краской. Что не осталось незамеченным. Почувствовав тревогу, Пьер напором заставил ответить на звонок, вслушиваясь в то, что она говорит. Кто это был? Твой питерский любовник? Нет, не любовник. Но у тебя с ним отношения, это факт. Ты так лепетала, что расставил бы даже камень. Нет, Петя, он не любовник, не друг, просто всего лишь навязчивый ухажер. Пьер почувствовал, как закипает, он готов был лишь бы не отпускать в объятия другого. А почему ты не говорила о нем раньше? Я забыла о нем, честно. Он для меня ничего не значит. Забыла? Забыла? Как же? Он ничего не значит, и я для тебя ничего не значу. Ты так же легко забудешь обо мне, как только взлетит этот чертов самолет. Петя, почему ты так злишься? Я же объяснила, этот человек для меня ничего не значит, а ты... Я не смогу забыть тебя, ты слишком нахален, чтобы позволить о себе забыть. Она попала в точку, и ему полистило, что она так думает. Он впился ей в губы страстным поцелуем и долго не отпускал, заставляя ее трепетать и мечтать о нем в разлуке. Посмотри мне в глаза, посмотри же. Она взглянула полными слез глазами и улыбнулась. Обещание, что до тебя никто не дотронется. Ты моя, слышишь? Только моя. И ты очень скоро меня увидишь, и так просто я тебя уже не отпущу. смотри сюда, не опускай глаза, ты все поняла? Она вырвалась из его рук и, схватив чемодан, побежала на паспортный контроль. Приземлившись в Пулково и включив телефон, она увидела несколько сообщений в отца под Пьера. Он спрашивал, как прошел полет и просил позвонить, когда она выйдет из аэропорта. Но она решила не звонить и вообще не стала отвечать, предпочитая считать его лишь миражом, который она всегда будет помнить, но больше не увидит. Начав размеренную жизнь, походы на работу, встречи с друзьями, она не могла справиться с ночными пришествиями Пьера в ее сны и спустя две недели все-таки ответила на тысячное сообщение. Эти две недели для Пьера стали адом. Он перестал соображать, что происходит вокруг него. Забываясь в вине и проститутках, он стал драчливым и агрессивным. И лишь один из музыкантов того самого кафе всегда охранял его, провожал до дома и разбирался с полицией. В этот вечер они сидели после закрытия и, допивая остатки бутылки, пели песню. Пой же, пой на проклятой гитаре, пальцы пляши твои в полукруг. Захлебнуться бы в этом угаре мой последний единственный друг. Не гляди на ее запястье, из плечей ее лющийся шелк. Я искал в этой женщине счастье, а нечаянно гибель нашел. Я не знал, что любовь зараза, я не знал, что любовь чума подошла и прищуренным глазом хулигана свела с ума. Пой, мой друг, навевай мне снова нашу прежнюю бульную рань. Пусть целует она другого, молодая, красивая дрянь. Ах, постой, я ее не ругаю, ах, постой, я ее не кляну. Дай тебе про себя я сыграю под басовую эту струну. Льется дней моих розовый купол в сердце снов, золотых с ума много девушек я перещупал, много женщин в углу прижимал. Да, есть горькая правда земли. Подсмотрел я ребяческим оком, лижут в очередь кобели истекающую суку соком. Так чего же мне ее ревновать, так чего же мне болеть такому. Наша жизнь простыня да кровать, наша жизнь поцелуй да в омут. Пой же, пой в роковом размахе. Этих рук роковая беда, только знаешь, пошли их нахер. Не умру я, мой друг, никогда. Он выпил еще глоток спиртного и достал свой смартфон. Надежды не было, что Елена когда-либо отзовется и не поверил своим глазам. Он громко свистнул, подскочив она ответила о боги. Он прочел послание, оно было коротким, но содержательным. Женщина сообщила ему, что не хотела отвечать, посчитав их встречу лишь временным помутнением рассудка и что с удовольствием бы о нем забыла, но почему-то он беспокоит ее во снах. Ее честность пришла по нраву Петру и в надежде, что она с ним поговорит, он нажал кнопку вызов. Она ответила. Я очень скучал по твоему голосу. Ты пьян? Немного. Не хочу хамить, но ответь, ты там до тебя никто не дотрагивался. А для тебя это так важно? Очень. На свой день рождения я устрою вечеринку и надеюсь, что познакомлюсь с кем-нибудь. Серва. Я? А кто? Я тут скажу с ума, а ты заявляешь, что хочешь какого-то там придурка. Справедливо? Я не твоя. Когда у тебя день рождения? Через две недели. Я не позволю тебе с кем-то там знакомиться. Слышь, говоришь, что не моя, мы это еще посмотрим. Он отключился и посыпался матом. Все это время наблюдавший за ним гитарист, пытался его успокоить, когда пьер разбил в дребезги телефон об мусорный бак. Волю андара каза! Попав в квартиру, пьер судорожно начал перерывать хлам на полу и на всех поверхностях, ища несколько клочков бумаги. Почему? Почему я сразу не посмотрел? Он нашел копию ее паспорта, которую вытащил из ее пальто, когда сдавал его в химчистку. Убедившись, что она говорит правду, он полез в интернет. На следующий день, полностью трезвый, он набрал ей снова. Их разговор состоял в основном из уговоров. Пьер купил ей билет в Милан на ее день рождения и пообещал устроить приятный сюрприз. Поначалу женщина не соглашалась, но когда наступил тот самый день, она села в самолет в Пулково и полетела навстречу с ним. Она ожидала, что он встретит ее, но увидела незнакомого мужчину с ее фамилией на табличке. Ее погрузили в Мерседес и повезли в отель, но и там Петра не было. Зато она нашла записку в номере, на которой было указано время их встречи. Красивое серое вечернее платье и туфли к нему и карточку в салон красоты. Видимо, Пьер хотел, чтобы сегодня она выглядела на все сто. Она спустилась ровно в шесть по указанному времени. Пью билис вырагаться. Грация. Сегодня Пьер был в черном костюме с галстуком под цвет ее платья. Он подал ей руку. И, взяв его под локоть, они направились к выходу. Все знакомы Мерседес. Они поплыли в потоке миланских автомобилей на ве филодраматике в Ла-Скало, самый знаменитый оперный театр мира. Это и был его подарок на ее 27-летие. Послушав оперу, они направились в ресторан Парентези, ресторан, входящий в десятку в лучших ресторанов Милана. Позже, когда в их отношении возникла чувственность и понимание, и Пьеру удалось расположить Елену к себе, они отправились в отель. Мужчина очень сильно желал ее. И за вечер он готов был сорвать с нее одежду тысячи раз и овладеть ей. И сейчас, когда беззвучно и плавно задвинулись створки лифта, его губы прильнули к ее чувственным губам. Их языки переплетались. Руки бродили поверх одежды в ожидании, когда на коне закончится подъем. И они окажутся в номере. Пьер не торопился. Та страсть, которая осталась в лифте, переросла в сладостную медленную нежность. Он целовал ее лицо, шею и бюст, а руки... А руки опускали молнию на платье. Оставшись в нижнем белье она задрожала от желания, и мужчина опустил ее на кровать. Снимая с себя костюм, он не переставал прикасаться губами к ее коже. Атаковано было все ее тело, и последнее отделявшее их тела друг от друга белье... Белье пьер стянул с нее зубами. Поцелав ее ступни, он поднялся выше, еще выше, и впился в страстном поцелуе в ее горящую восторженную плать. Забравшись на нее, Пьер попросил посмотреть на его, и смотря ей в глаза, медленно погрузился в Елену. Слышу ее стоны, он ускорялся и повторял, что она его, его навсегда. тело в Елены забилось в экстазе, под упругими волнами ее внутренних мышц затрепетал и Пьер погружаясь все глубже и глубже в нее. Проснувшись утром, Пьер потянулся, ожидая обнять свою любимую женщину, но Елена не оказалась рядом. Он позвал, думая, что она в душе, но и там ее не оказалось и нигде в номере. Накинув халат, он спустился к ресепшену и узнал, что ее увезло в такси два часа назад. Он вернулся в номер, чтобы одеться и заодно поискать, не оставила ли она записку, ничего не обнаружив, ни одной ее вещи, будто ее и не было здесь никогда. Он сбежал по лестнице и сел в машину. Гони! Нарушая все возможные правила, водитель мчал в аэропорт, Пьер пытался дозвониться до Елены, но тщетно, ее телефон был выключен. От сотрудника аэропорта он узнал, что самолет, на котором она улетела, взлетел три минуты назад, и что ее билет был куплен неделю назад. Он понял, что она продумала свой отход, и независимо того, что бы между ними не произошло, она бы все равно улетела. Когда он возвращался в отель, сидя на заднем сиденье машины, он вспоминал их ночь, их прикосновения, поцелуи, и не мог сдержать слез. Никогда не подозревавший мужчина, что сможет любить женщину, был сейчас жалок и подобен брошенному псу. Пытаясь ее забыть, Пьер вернулся во Флоренцию и с головой погрузился в работу, который не прикасался больше месяца. Сделав два проекта, он понял, что не может не думать о ней, что его ничего не спасает, и единственным выходом будет его возвращение в Россию. В разгаре рабочего дня Елена проводила совещание с руководителями отделов, когда в переговорную ворвался мужчина и схватив ее за руку потащил в соседнюю комнату. Дверь захлопнулась и Петр, прижав ее к столу, разъяренно закричал на нее. Что ты делаешь? Почему ты опять сбежала? сменила телефон, исчезла. Как это понимать? Сбавь обороты, не смей на меня орать. Я не могу успокоиться, объясни мне. Я обидел тебя? Нет. Неужели я достоин, чтобы ты меня кинула? Что тут объяснять? Захотела и уехала. Я свободная женщина и делаю, что хочу. Что хочу? Ты моя. Я говорил тебе, что ты моя. Он притянул ее за руку больно, впиваясь пальцами. Отпусти меня, я не твоя. Ты это можешь сказать любой своей шлюшке, а меня наравне с ними ставить не надо. Ты реально не понимаешь или притворяешься? Что я должна понять? Посмотри на меня. Он добился ее взгляда и, пытаясь найти в ее глазах понимание, растерялся, но все-таки выдавил из себя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Неужели это непонятно? Да что ты? Ты бросался этими словами миллионы раз. Смотри на меня. Я впервые говорю правду. Он понимал, что проигрывает, что впервые не может убедить женщину в искренности. Это было просто, когда он не любил. Но сейчас, сейчас, дрожа от гнева и отчаяния, он мог услышать лишь одно, почему она сбежала. Хорошо, хорошо, я уйду, только когда ты объяснишь. Отлично, все просто. Ты хотел меня трахнуть? Получил? Что тебе еще нужно? Шок от такого признания отозвался звоном в его ушах. Он не мог поверить, что она считает, что он старался казаться павлином, распустившим перед ней хвост, чтобы затащить в постель. Боже, я и представить не мог, что ты считаешь меня таким низким. Мне и правда здесь делать нечего. он сказал это глуховатым, чуть охрипшим голосом и покинул помещение. Когда дверь захлопнулась, женщина выдохнула. Совещание переносится. На следующую неделю прошу всех извинить. Елена зашла в свой кабинет, закрывшись, села на диван и, поджав колени, громко зарыдала. Она очень сильно любила Пьера, и все, что она говорила и отрицала, было всего лишь защитой. Она не верила, что он может подарить ей счастье. Счастье, а не боль. Боль, на которую она не согласна. Когда она успокоилась, ее желанием было только одно – добраться до дома и укутаться в одеяло, и чтобы не было этих раздражающих рабочих звонков, чтобы ее оставили в покое. Досидев до конца дня, она уселась за руль и поехала домой. Когда она подошла к парадной, она увидела сидящего на ступеньках стельку пьяного Петра. Он что-то бормотал себе под нос, и отбивался от невидимых врагов. Что ты тут делаешь? Ого, вот и принцесса недотрога, которая дает псам, чтобы от нее отвалили. Ты омерзителен, проваливай отсюда. Его пальто было в снегу и уличной слякоти. На лице виднели синяки. Пьер смотрел на нее, не отрываясь. Он встал, шатаясь и к ее удивлению заорал во все горло. Сыпь, гармоника, скука, скука, гармонист, пальцы льет волной. Пей со мной, паршивая сука, пей со мной. Излюбили тебя измызгали, не втерпешь. Что ж ты смотришь так с именем брызгами или в морду хошь. В огород бы тебя начучило пугать ворон. Да печенок меня замучило со всех сторон. Сыпь, гармоника, сыпь моя частая, пей, выдра, пей. Мне было уж вон ту сисястую, она глупей. Я средь женщин тебя не первую, не мало вас, но с такой вот как ты со стервую, лишь в первый раз. Чем больнее, тем звонче, то здесь, то там. Я с собой не покончу. Иди к чертям, к вашей своре собачьей. Пора простыть, дорогая. Я плачу. Прости. Прости. Он упал на землю без сил, а Елена, обливаясь слезами, не могла понять, что ей сейчас делать. Немного подумав, она попыталась его поднять. Помоги же мне, ты очень тяжелый. Ухтя и бормоча что-то невнятное, он облокотился ей на плечо, и они вошли внутрь. Оставив его перед квартирой, она вошла и закрыла дверь в комнату бабушки. Бабуль, это я, я сама поем, ты отдыхай, не выходи. Бабуль, это мы. Закрыв его рот рукой, она провела его в ванную, раздела, посадила под струйки воды, закинула все его вещи в стиральную машинку, потом намылила его всего два раза и смыла. Бережно вытерев его полотенцем, она осмотрела его два раза синяки и ссадины, они были по всему телу. Видимо, Петр нарвался на драку, ему нехило досталось. проводив его в свою спальню, она взяла перекись и йод и обработала все побои. Ласково. Потом сама приняла душ и легла на диван напротив него. Спала она чутко, то и дело просыпаясь и прислушиваясь к его сопению и внезапным выкриком. Неоднократно он звал ее во сне, повторяя ее имя, ее он под утро, изнемогая от пережитых эмоций, ее тело выиграло битву и она погрузилась в глубокий сон. Проснувшись и не увидев его на кровати, она испугалась, но, услышав смех двух людей, она вскочила и побежала на кухню. Пьер стоял в ее халате, который еле-еле прикрывал его бедра. И сильно втянул широкую спину. Он стоял возле плиты и жарил оладьи, а бабуля сидела рядом за столом и пила чай, посмеиваясь над частушками, которые он напивал. Что тут происходит? Доброе утро! Извини, я сказал Светлане Степановне, что сделал тебе вчера предложение. Присаживайся, налей тебе чай. Он выглядел очень бодро, будто и не пил вчера вовсе. В недоумении Елена села и он поставил перед ней очередную горячую порцию оладий. На удивление, они имели бесподобный вкус. Дожарив последние оладушки, он сел вместе с женщинами за стол и принялся их уплетать. Когда они оказались наедине и закрылись в комнате, на Елену нашел очередной приступ агрессии. и посмотрев на него разъяренно, она тихо спросила, чтобы не услышала ее бабушка. Что за концерт ты устроил? Сначала ты заявился ко мне на работу и опозорил меня при всем коллективе. Тише бабушка услышит. Потом унижал собачьими песнями на весь двор, а потом решил поиграть роль заботливого женишка. Сейчас же забирай свое барахло и проваливай отсюда. Леана, Леана, прекрати ссориться со мной, давай просто поговорим как взрослые люди. Нам не о чем с тобой разговаривать. Есть! Почему ты привела меня к себе домой? Почему не оставила на улице? Ты позаботился обо мне во Флоренции, я всего лишь оплатила тебе тем же, считай мы квиты. Тем же? Но это же не вся правда. Почему ты так боишься признаться себе, что у тебя есть ко мне чувство? Ничего я не боюсь. Я знаю, что это не так. Ты знаешь, это очень больно слышать. Но если это действительно так, то я правда тебя больше никогда не побеспокою. Только прошу об одном. О чем? Разным суждено разбежаться. Я хочу, чтобы ты знал, что я имел в виду тогда, когда сказал ту злополучную фразу. Хорошо, я тебя выслушаю. Ты обещаю, что после этого уйдешь. Присядь, мне сложно говорить, когда ты так на меня смотришь. Он отвернулся, а она присела на край дивана. Когда я увидел тебя во Флоренции, я шел и наблюдал за тобой. Ты так искренне всего восхищалась. Ты показалась мне такой легкой, беззаботной. Я долго очень искал повод подойти к тебе. а потом, когда поцеловал тебя, я понял, что хочу только тебя. Он сел перед ней на корточке и взял ее за руку. Ты не знаешь, что для такого бродячего пса значит чистая женщина. да, я не святой, у меня было много женщин, и большинство из них были шлюхи. Пойми, в понимании многих мужчин это спасение. Со шлюхой он забывает о проблемах, но я назвал тебя маленькой шлюшкой, не имея ввиду, что ты таковой являешься. Ты свела меня с ума. Она смотрела на него и не верила своим ушам. С одной стороны, он говорил ужасные вещи, противные, постыдные, но он говорил их искренне. И во всем этом она сумела расслышать ту суть, которую он пытался до нее донести. По ее лицу покатились слезы, и она прильнула к его губам. Ты моя. Нет. Осознание произошедшего привело ее в чувство, и, столкнув его, она бросилась на другой конец комнаты к окну и прикрылась шторой, будто это ее спасет. Выглядывая, из-за нее она закричала, я выполнила свое обещание, выслушала тебя, а теперь и ты уходи. Он был шокирован ее переменой, снова его надежда рухнула, но больше он не станет терпеть. Она сумасшедшая, и только и делает, что издевается над ним. Он разозлился и молча стал одеваться. Последний раз взглянув на нее взглядом чернее тучи, он вышел из комнаты, громко хлопал дверью, заставив Елену сдрогнуть. Стой! Стой, не уходи, прошу тебя! Прости меня, я просто очень боюсь тебя. Боюсь того, что ты заставляешь меня чувствовать. Боюсь любить тебя. Я этого не хочу, правда, но если ты сейчас уйдешь, мы никогда не узнаем, от чего отказываемся. Этого было достаточно, чтобы он подхватил ее на руки и понес в постель, закончить то, что начал несколько минут назад. Они занимались любовью, упиваясь друг к другу, их поцелуем не было конца, тела сливались в это единое целое, переплетаясь руками и ногами. Они целовали друг друга, лаская и томя. Нежность сменялась страстью и укусами, шлепками и засосами, томностью и ускорениями. Несколько часов Саити дали о себе знать, когда они оба покрутились в сон, не выпуская друг друга из объятий. Они проснулись одновременно, вместе приняли душ, вместе приготовили еду, вместе поели и накормили бабулю. Потом снова оказавшись в постели, провели вне остаток дня и еще пару следующих ночей. У меня есть к тебе предложение. Давай вонем на пару дней в Москву. У меня же работа. К черту работа. Ты же начальник, ты можешь устроить тебе каникулы, пару дней всего. А почему именно в Москву? Это твой родной город? Нет, но я люблю ее. Я хочу тебе кое-что показать. Опять сюрприз? Да, небольшой. Твои сюрпризы очень приятные. Да, поехали. Скажу, что заболел. Отлично. Собираемся? Прямо сейчас? Почему нет? Если сядем в Сапсан, уже вечером успеем погулять по вечерней Москве. Тебе понравится? Обещаю. Прибыв на Ленинградский вокзал, Пьер понесся словно ветер, выйдя на Комсомольскую площадь. Ты бывала раньше на этом вокзале? Да, конечно. А ты знаешь, что это самый первый железнодорожный вокзал, построенный в Москве? Правда? Правда. Изначально он назывался Николаевским, его открыли в 1849 году и почти век он был под этим названием. Радует то, что фасад ни капли не изменился, а просто поддерживается. Они взяли такси и Пьер приказал водителю ехать на Селезневскую улицу. Выйдя у дома под номером 11, он указал ей на здание музея МВД. Ты знаешь, чем уникально это здание? Елене очень нравилось с ним узнавать все новое и интересное. Он знал все обо всем и это не могло не увлекать. Его страсть к старым постройкам была неиссякаемой. Ей пришла идея насчет его первого вопроса, тогда в их вторую встречу в замке. Но сегодня она решила не говорить ему о ней, а дать возможность вести ее по его маршрутам. Это здание было полицейским участком первой своей 39 лет, пока в 1818 не стала пожарной частью. Здесь раньше была деревня Сущева, вот отсюда и название ближайшей площади. А еще об этом здании упоминали многие литераторы начала 20 века. Маяковский здесь сидел. Ты же любишь Есенина, первого конкурента Маяковского. не могу утверждать, что знаю об их взаимоотношениях, но знаю одно, они оба великие. Мне жаль, что я не дружу с Пером, мое дело камень, щебень, штукатурка. Они гуляли по Москве, которая была ярко украшена новогодним настроением. Фьер водил ее от здания к зданию, они спускались в метро и разглядывали уникальные станции. Он был ходячей энциклопедией на даты, фамилии, события, интересные факты. Проснувшись утром в гостинице, Елена заказала завтрак и уселась за компьютер. Увидев несколько сообщений на электронной почте от Степана, удалила и убедилась, что на ее телефоне стоит новая сим-карта. Когда проснулся Пьер, он увлек ее в постель, где они провели пару часов. Как бы ты описал меня, будь я с Данием? Я бы сказал, что ты грациозна, как Саграда Фамилия, на которую можно смотреть веками, изучая все уголки, все ложбиночки. Такая же загадочная, такая же загадочная, не знаешь, что будет в конце. Ты светла, как жемчужина мусульманской архитектуры, так же бела, как Тадж-Махал. Ты такая же неожиданная, как дворец Фердинанда Шеваль. Я не знаю этого дворца. Я тебе обязательно его покажу, здесь недалеко, во Франции. Она довольно улыбалась, лежа обнаженной под пристальным, разглядывающим взглядом любимых глаз и была счастлива. Неожиданно счастлива именно с этим человеком. А еще? Еще? Какая неугомонная на комплимент. Он защекотал и увлек в поцелуй, в ответ получая нежнейшие ласки любимой женщины. Перед отъездом у них еще оставалось время, и они отправились на Красную площадь. Прогулявшись по Александровскому саду и Манежной площади, они остановились перед аркой на нулевом километре. Дождавшись своей очереди, они кинули монетки на желание. Но Пьер не торопился покидать круг. Достал из пальто коробочку и присел на одно колено. Я не первый раз прошу тебя об этом и все же мечтаю получить ответ. Он открыл коробочку и в ней показалось старинное кольцо с огромным рубином. Все это время Елена стояла замерев, слушая его. А когда он пристал, она кивнула и, освободив руку от перчатки, протянула ее. Да, я согласна. В залпе аплодисментов Пьер закружил ее. Ехав обратно в Питер, в скоростном поезде, они пили вино и веселились. Пьер то и дело подсаживался к пассажирам, смешил и клоунадничал. И каждому торжественно заявлял, что его спутница согласилась быть его женой. Ты познакомишь меня с родителями, когда вернемся? О своих родителях она всегда говорила неохотно, а сейчас и подавно не хотела, чтобы Пьер раньше времени узнал ее отца. Она старалась не показывать смену настроения, но рядом с ним ей было трудно контролировать свои эмоции. И конечно же он это уловил. И чтобы не расстраивать ее, он начал рассказывать о своем детстве. Возле парадной дома Елены красовался большой черный ленд-крузер, который женщина заметила слишком поздно. Из него вышел мужчина лет 35 в черном дорогом пальто, отполированных ботинках и залаченной прической. Он обрушился на Елену с обвинениями, что она исчезла на день рождения, когда они собирались заявить о помолвке, что она пропала и не берет телефон. Минуточку, Лена, что происходит? Я сейчас все объясню. Пьер, это Степа, мой жених. Степа, это Пьер, тоже мой жених. Вот это холеная прилизанная твой жених? Елена видела, как разозлился Пьер, и как сильно она обидела Степана. Мужчины пошли друг на друг. Прошу вас, не можно было раньше все рассказать. Что? Что рассказать? Что ты есть шлюха? Петр развернулся и пошел прочь, Елена пошла за ним крича, выслушай меня, не уходи, дай мне объяснить. Шлюха! Лишь это услышала она в ответ на свою мольбу. Упав на колени, Елена громко зарыдала, закрыв лицо руками. К ней подошел Степан и положил руку на плечо. Но она скинула ее и побежала к своей парадной. Идите вы всех к чертям. Она захлопнула дверь и ворвалась в свое убежище. Проревев несколько дней, она все-таки собралась с духом и встретилась со Степаном. Все эти дни она тщетно пыталась связаться с Мнером, но в ответ она получила только два слова. Стоп! Дементика! Напевая эти же слова из песни итальянского певца Серая Ауди ТТ с откидным верхом, ехала по весенней Тоскане между долгих плантаций виноградников. Водитель вел, не нарушая правил, и через несколько повторов этой песни машина остановилась недалеко от кафе с музыкантами, где сидел изрядно выпивший Петр в обнимку с женщиной. Здравствуй! 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 — Ха! Вы слышали? Это упругое тело умеет быть вежливым. Он посмотрел на нее издевательски и с упреком. Потом притянул рядом сидевшую девицу и поцеловал ее. Елена отвернулась, поймав приступ тошноты, но сумела справиться с собой. Мы можем поговорить. — А о чем мне с тобой разговаривать? Поздравить со свадьбой? Что тебе? Уезжай сюда. — Хотя бы забери кольцо. Без тебя оно мне не нужно. — Мне оно тоже не нужно. Оставь на память о хулигане. Елена положила кольцо на столик, развернулась и пошла прочь в направлении припаркованной машины. Дрожащими руками с пятой попытки она умудрилась ставить ключ в замок зажигания и откинула крышу. Она посмотрела из зеркала, надела очки, переключила коробку передач на драйв, но не успела тронуться. — Как на соседнее сиденье запрыгнул Пьер. — Ну и что ты хотела мне там объяснить? Говори. — Пьер, это нелегко. Может, сядем где-нибудь и спокойно поговорим? — Здесь и сейчас. Или я ушел? — Она выдохнула и тронула машину. — Эй, 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 ты что делаешь? Он открыл дверцу, и она затормозила. — Пожалуйста, только не возле этого кафе. Позволь мне отъехать. — Хорошо. Она больше не смотрела на него, молча вела машину, направляя ее за город. — Пьер, не стесняясь, рассматривал Елену. — Ведя себя словно подросток, то и дело переключая радиостанции, он давал волю пошлым комментариям и кривляниям. — Остановившись на проселочной дороге, Елена вышла из машины и присела рядом с большим деревом. Когда мне было 4 года, мама бросила нас с папой. С тех пор я больше ее не видела. — Ой, давай ты не будешь мне рассказывать этих дешевых, слезливых историй. — Папа воспитывал меня так, чтобы во мнение не было чувств, только холодный ум и расчет. — Степан хороший человек, он друг моего отца. У них совместный бизнес в Лондоне. Он сделал мне предложение перед моей командировкой сюда, и я взяла время подумать. Я знала, что он отличная партия, что мне пора замуж. Но я не любила его. Конечно, никогда бы не призналась в этом отцу. И тут появился ты. Она посмотрела на него. — Он стоял и молча слушал. — Ты появился, ворвался в мою жизнь, и все пошло наперекосяк. Я испугалась тебя, я говорила тебе об этом. Когда я вернулась в Питер, именно этот страх подтолкнул ответить Степе «да». И он хотел устроить вечеринку на мой день рождения и объявить о нашей помолвке отцу. Но ты прислал билеты в Милан. — Что бы я ни сделал, ты бы все равно сбежала. — Ты стал моим подарком на день рождения. Но я не собиралась с тобой спать. Я сбежала как трус, надеясь, что ты возненавидишь меня и забудешь. А ты приехал, приехал. Он присел рядом и уставился вдаль. И что, влюбилась в меня? — Нет. Я влюбилась в тебя с первого взгляда, как бы банально это ни звучало. Я не ожидала, что ты всерьез сделаешь мне предложение. Я сделала свой выбор. Я собиралась объяснить все Степе, что встретила другого и отменить помолвку. — Ничего не говоря мне? — Я не хотела, чтобы ты знала о нем. Ты вспыльчивый и мог отреагировать так, как и отреагировала. И ты был прав, и сейчас ты прав. Я знаю, что не заслуживаю прощения, но... Пожалуйста, прости меня. Она повернулась к нему, ища понимание в его глазах. — Так ты отменила с ним помолвку или он простил тебя? — Я приехала сюда от папы. Он просит одуматься и не отменять свадьбу. Пытался нас помирить. — И ты послушалась папочку. А сюда приехала, чтобы я тебя пожалел? — Ты не прав. Мой отец хороший человек. — О, да, я не сомневаюсь. — Не перебивай меня, прошу. — Пьер поднял руки в знак молчания. — Он очень добрый, он любит меня, и я знаю, что поддержит любое мое решение, пусть и не сразу. Я отменила помолвку со Степой и уволилась с работы. Даже больше. Я перевезла бабулю к отцу. — А сюда зачем ты приехала? Думала, поплачешься мне, и я примусь с распростертыми объятиями. — Была такая надежда. — Вижу, что она не оправдалась. — Он отломил кусочек ветки и начал крутить его в руках. — Я попробую найти работу в Италии, в Милане или здесь. Я могу быть представителем между российскими компаниями, а, впрочем, может, найду еще какие-нибудь варианты. — Варианты. У тебя всегда есть варианты. Не правда ли? Все продумано. Ты молодец. Что сказать, со мной не получилось? Нашла чем себя занять. — Он сказал это грубо. Встретившись с ним взглядом, она прочла в его глазах презрение и молча направилась к машине. — Куда ты собралась? Пьер кликнул вслед, но вместо ответа услышал, как хлопнула дверь и завелся двигатель. Он побежал к машине. — Но она не стала его ждать и тронулась. Пьер подпрыгнул и оказался у нее перед капотом. — Испугавшись, она резко затормозила. — Он подошел и открыл ее дверцу. Влезая, сумасшедшая, быстро вылезая из этой чертовой машины. — Вся в слезах, она повиновалась. Медленно выползла и посмотрела на него. — Черт! Да что же с тобой делать? Иди сюда, иди. Глупая ты моя, сумасшедшая истеричка. Решила сбежать от нее, да? В очередной раз. Разве же я отпущу тебя? — Она отрицательно покачала головой, хмыкнула и обняла его, сильно сдавив его ребра. Я люблю тебя. — Обещаю, что больше никогда не сбежишь от меня. — Обещаю, если только ты сам меня не прогонишь. — Никогда. — В какой-то из дней Елена рассказала ему об идеях, которые пришла к ней тогда, в Москве. — Чтобы ему себя увековечить, нужно было что-то необычное и привлекательное. Церковь. Церковь должна быть построена не совсем в традициях православия. Задумка была в том, что стены с внешней стороны надо выкладывать из необработанных камней разных пород и цветов, ликами святых. А изнутри они будут отполированы, и на них вместо икон нанесут фрески. И как в католических церквях будут сделаны отдельные исповедальные. Внутреннее пространство будет позволять поставить лавочки для пожилых и малоподвижных людей. Все это будет окружать яблоневый сад, тенистые детские площадки и цветники. Место выбрал Пьер. Лучшую идею своей жизни он хотел воплотить на родине. Пьер поехал согласовывать постройку церкви на скалистом берегу, недалеко от Севастополя. Вернувшись домой, он был очень зол. Елена наткнулась на Петра в саду. Где была? Прогуливалась по берегу. А ты что делаешь? Собираюсь развести костер и сжечь все это дерево к чертовой матери. Ты с ума сошел? Это же то, о чем ты так мечтал. Прекрати сейчас же. Он кидал чертежи и расчеты в ведро. А Елена, присев, начала их вынимать. Уйди отсюда, иначе я за себя не ручаюсь. Петя, прекрати сейчас же. Она высыпала все содержимое на землю, а зажженная Пьером спичка угодила мимо, что привело его в полное бешенство. Ты не понимаешь, что я тебе говорю? Ну хватит уже, что случилось? Они не согласуют, даже если я куплю эту землю. Черт меня дернул, что ты делаешь в этой стране. Все согласуют, не переживай. Я только что разговаривала с отцом. Он поднажмет туда, куда нужно. Что? Что ты сделал? Позвонила папе, что такого? Ты идиотка! Я хотел построить эту чертову церковь и доказать твоему папаше, что я чего-то стою. Ты понимаешь, что ты наделала? Собирай свои манатки, чтобы духу твоего здесь не было. Петя, остановись, что ты говоришь? Я просто попросила помощи у папы, потому что знаю, что такое чиновники. Он просто нам поможет. Поможет, потому что мы семья. Для тебя все так просто. Я повторяю, чтобы через 10 минут тебя здесь не было. Женщина побежала в дом, собрала вещи и вызвала такси в аэропорт. Сидя в маленьком кафе возле своего магазина в Москве, она медленно смаковала кофе. Ты плакала в вечерней тишине, и слезы горькие на землю упадали. И было тяжело и так печально мне, и все же мой друг друга не поняли. И мчалось-то в далекие края, и все мечты увянули без цвета. И вновь опять один остался я страдать душой без ласки и привета. И часто я вечернюю порой хожу к местам заветного свидания. И вижу о мечтах мне милый образ твой, и слышу в тишине тоскливое рыдание. Пьер подсел за соседний столик позади Елены. Сможешь простить меня? Я подам на развод. Ты обещала, что никогда не сбежишь от меня. А ты обещала, что никогда не прогонишь. Я дурак. Я тебя с этим поздравляю. Она поставила чашку, оставила деньги за кофе на столике и встала, взяв сумочку, направилась к выходу. Пьер, как всегда, поймал ее за руку. Быстро же ты меня отпускаешь. Какой толк в горохе об стенку? Да, я упрямый, ты знаешь об этом. Может, перестанешь дуться и поговорим? А мы не говорим. Лен, ну психанул, ну не сдержался, но ты тоже хороша. Видела, что я бешеный. Не могла сказать об этом в другое время? Ты бы все равно не принял помощь папы, ты же гордый, куда там? Принял. Да, я принял его помощь. Ему очень понравился наш проект, через месяц начнем строить. Откуда папа видел проект? Ну, он гостил у нас пару дней и был удивлен, что тебя нет с нами. А ты не сказал ему, что выгнал меня, как последнюю суху? Ну, перестань. Елена не хотела продолжать разговор и пошла в сторону магазина. Опять убегаешь? Пьер, мы постоянно ссоримся, выясняем отношения. Тебе не надоело. Я хочу с тобой ссориться, я хочу с тобой спорить. Я не жил без этого, и ты не жила. Давай проложим наши ссоры и скандалы. Услышь меня, прошу. Елена сидела на берегу, гипнотизируя волны и гладила живот. Пьер присел рядом. Вдыхая запах черного моря, они любовались заходящим солнцем. Ко времени крещения первенца Севастьяна, церковь была освящена патриархом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова